привет привет всем дорогие друзья и подписчики моего канала айти навигатор с вами и сегодня у нас второй выпуск привет привет новости итак сегодня мы поговорим о том что же нового в linux mint 18 2 за пример возьмем версию cinnamon ну здесь скажем так больше всего нововведений о них и поговорим и так не судите строго переводил информацию самостоятельно с официального сайта если где то есть какие-то помарки либо недочеты в переводе пожалуйста подкорректируйте меня в комментариях и так что же нового в первую очередь это cinnamon версии 3.4 и так что же у нас снова в нашей корицы одним из наиболее заметных улучшений в cinnamon 3 3.4 является обработка значков на рабочем столе значки теперь можно автоматически выровнять по сетке либо в строках либо в столбцах они также могут автоматически сортироваться по разному по имени по размеру по типу или по дате изменения вы также можете изменить размер значков на рабочем столе одним нажатием кнопки а значки рабочего стола теперь обрабатываются в отдельном процессе который не привязан к другим на и молок это замечательно различные плагины демона настроек также теперь работают своих отдельных процессах и не зависит друг от друга поэтому теперь гораздо легче определить какой плагин может быть ответственным за за высокое потребление памяти либо за просадку по производительности а когда сбой плагина больше не влияет на остальную часть cinnamon это в принципе замечательно мы теперь система стала более менее дифференцированной и мы четко можем отслеживать влияние каждого компонента это круто чтобы обеспечить лучшую производительность на рабочем столе cinnamon интерпретатор cjs javascript был переустановлен и теперь работает на мост джи с 38 теперь давайте поговорим о следующем cinnamon spices специи корицы ну вы можете добавлять темы облеты панели и расширение на рабочий стол cinnamon эти настройки известны как специи и они поддерживаются сторонними художниками и сторонними разработчиками сайт cinnamon spices специи cinnamon был переписан с нуля новый сайт cinnamon spices целью этого нового сайта была не только в том чтобы выглядеть лучше в принципе эта часть огромного проекта чтобы сделать специи более безопасными чем раньше и гарантировать лучшее качество и лучшую совместимость с настольными компьютерами cinnamon сайт поддерживают антификацию через google facebook и гитхаб чтобы дать возможность посетителям прокомментировать и скажем так поставить лайк их любимым специями специям как следствие скажем так сайт теперь больше не хранит пароль это замечательно секьюрность это всегда лайк еще что еще обслуживание с самих специй было перенесено на гитхаб и каждое изменение теперь рассматривается команда linux mint чтобы гарантировать что специи не могут использоваться для вредоносных целей рабочий процесс разработки был изменен чтобы каждый мог предоставить исправление ошибок и переводы на специи cinnamon ну сейчас такая тенденция что большинство крупных компаний в частности даже до разработчики те же операционной системы оболочек переносят свой исходный код на гитхаб странно но даже тот же microsoft выложил полностью всю свою платформу dotnet core все исходные коды на гитхаб и это огромный плюс об этом будем говорить в наших уроках кто не знает мы в общем то будем учить dotnet core присоединяйтесь то со специалистами по специям команда mint linux теперь непосредственно участвует в обслуживании всех специй cinnamon многие специи были удалены ну специи кто скажем так не особо следит за смыслом видео это лагины и аплеты короче расширения для cinnamon многие были исправлены многие были обновлены и теперь команда может добавить поддержку специям не только для текущих версий cinnamon но даже для будущих в целом это огромное улучшение для cinnamon потому что качество специи влияет на восприятие рабочего стола мы все ближе и ближе к ситуации когда все просто работает как ни странно это звучит где качественные специи легко найти и где они работают на вашем языке было также переработано приложение blueberry приложение для поддержки bluetooth ну и собственно сама поддержка bluetooth значительно улучшена в linux mint 18.2 следующим образом выглядит новый пользовательский интерфейс blueberry вы сможете наблюдать на скриншоте была встроена поддержка obex поддержка файлов obex теперь поддерживается из коробки поэтому можете легко отправлять файлы через bluetooth на свой компьютер с любого удаленного устройства была добавлена опция позволяющая упростить изменения имени bluetooth вашего компьютера и последнее но не менее важное дополнение к системному лотку blue berry теперь предлагает аппликатор cinnamon который использует символические значки и похож на другие апплеты состояния такие как сетевые настройки звуковые или сетевые апплеты да когда собственно этот таблет присутствует значок в лотке автоматически скрыт что еще ксет много работ пошло в ксет это общий текстовый редактор пользовательский интерфейс обладает действительно захватывающими визуальными улучшениями например он на поставляется с интеллектуальными боковыми и нижними барами которые автоматически настраиваются на загруженный контент и которые вы можете скрыть или показать одним нажатием кнопки сет текстовый редактор в него была добавлена возможность предпочтения темных тем поэтому если вы используете mint y darker вы можете выбрать данную тему для вашего редактора ну и теперь можно до выбирать будет ваш редактор светлым или темным это прикольно word wrap было сделано более доступным и добавлен меню поэтому вы можете включить или отключить эту функцию прямо из меню короче не вдаваясь в настройки word wrap это ну по типу подсветки синтакса ну короче я думаю в курсе вы также можете выбрать несколько строк и сортировать их по нажатию на клавишу в 10 или используя edit sort lines то есть право консортировать линии да так же теперь вы можете увеличивать или уменьшать масштаб с помощью меню сочетания клавиш или даже колесико мышки чтобы изменить размер текста да в принципе особо не новость но все это умеет но теперь это есть и в нашем сет а поиск теперь поддерживает регулярные выражения принципе круто имею мало кто пользуется но в принципе это полезная фича теперь вы можете переключаться между укладками с помощью колесико мыши это круто что удобно многие будут юзать расширение лип пис python теперь поддерживается поэтому перенос гадит 3 расширение в сет будет очень простым и не ставит особых усилий в общем будет круто x player media player media player x player также получил улучшение в своем пользовательском интерфейсе все элементы управления и панель поиска были помещены в одну строку и панели состояния была удалена чтобы сделать приложение более компактным и минималистичным x player в нем были улучшены пользовательские интерфейсы скорость воспроизведения улучшена поддержка osd и субтитров теперь вы можете контролировать скорость воспроизведения с помощью те же клавишных комбинаций что и допустим в mpv плеере поэтому вы можете делать свои собственные замедленные повторы или наблюдать длительное совпадение примерно в половине случаев которые потребовались бы возможно когда-нибудь файлы субтитров теперь загружаются автоматически но субтитры также теперь скрыты по умолчанию вы можете включить или выключить их или циклические перемещаться по трекам субтитров нажимая клавишу s на клавиатуре вы также можете циклические перемещаться по аудио языкам короче по языковым дорожкам вашего фильма медиафайла что смотрите ну а такие были нововведения в linux mint 18 2 cinnamon надеюсь мой дайджест вам понравился ставьте лайки комментируйте друзья и скажем так чтобы до почувствовать что думает аудитория я теперь решил все-таки немножко клянчить лайки давайте так если обзор вам был интересен 500 лайков и мы скажем так сделаем обзор нововведений кстати на других оболочек и снимем какой-то полноценный обзор из сравним все-таки что сейчас на минте юзать круче какую оболочку где сейчас лучше где больше нововведений ну и всякое такое в общем ставим лайки отзывы добро пожаловать комментарии и как всегда мои социальные сети к вашим услугам это был второй выпуск привет привет новости с вами как всегда ваш покорный слуга эти навигатор пока пока до новых встреч